У каждого из нас случались постыдные случаи, но это все равно лучше, чем когда такое происходит в прямом эфире на большую аудиторию. Такие моменты в сети остаются навсегда. Иногда скользкий пол становится главным врагом ведущих прогноза погоды. Получилось не особо грациозно. Корреспондентка настолько увлечена, о чем-то рассказывала, что даже не заметила катастрофу, которая разыгрывалась буквально прямо у нее под носом. Репортер решил, что во время сюжета про оркестр приложить микрофон к духовому инструменту будет хорошей идеей. Но он точно не думал, что устройство туда провалится. На утреннем шоу танцор взял одну из ведущих и принялся вращать ее вокруг себя. Неясно для чего это было нужно, но сцена подарила множество интересных моментов. Гость турецкого ток-шоу как-то неожиданно стал кататься по полу. Видно, как остальным гостям это происходящего крайне неловко. Ведущая решила продемонстрировать чашечки бюстгальтера, которые ей подарили на Рождество. Особенно ее порадовала функциональность, но остальные участники эфира не разделили ее энтузиазма. А этот парень решил использовать свою минутку славы на полную, и ведь вышло действительно забавно. Девушка проводила стрим, и ее собакин внезапно решил атаковать маркером крайне чувствительную зону. Видно, что он сам не может понять недовольство хозяйки. Тот самый момент, когда тебе нужно выступать с экспертным мнением на телевидении, но ты просто не выспался. Мужчина совсем не функционален. Актриса принялась намеренно раздражать ведущего своим поведением. Судя по реакции мужчины, ей это удалось. Журналистка давала сюжет про только что открытый каток, и на заднем плане одна из девочек не совсем успешно протестировала его. Что ж, бывает. Ведущая утреннего шоу захотела поиграть с самкой медоеда, но та оказалась не настроена на игры и укусила женщину. Одним неловким движением корреспондент превратил ледяную скульптуру, которая создавалась не один час, в груду битого льда, как неаккуратной с его стороны. Во время презентации организаторы зачем-то решили поместить модель в стиральную машину. Немного странное решение. Блог, который ведет Дэна и корреспондентка, всегда пользуется огромной популярностью. Интересно, с чем бы это могло быть связано. Во время довольно странной немецкой телепередачи ведущий зачем-то решил потрогать руками кактус. Довольно быстро мужчина пожалел об этой идее. Одна из участниц конкурса красоты была настолько недовольна судейским решением, что попросту забрала корону прямо с головы у победительницы. Как говорится, «бери от жизни все». Гость шоу успел появиться в кадре, пожать руки всем присутствующим, после чего незамедлительно свалился за сцену. Что ж, главное эффектно появиться. Телевизионщики снимали сюжет на океаническом побережье в шторм. Внезапно их всех захлестнуло огромной волной. Издержки профессии, что поделать. Респондентка утреннего эфира встретила на улицах необычного любителя пробежек в маске коня. Парень явно был рад засветиться по телевизору. Женщина ездила по студии телешоу на велосипеде. В какой-то момент она хотела эффектно прыгнуть на нем, но в итоге абсолютно все пошло не так. Посреди репортажа журналист неожиданно был атакован. Все же это опасная профессия. В ходе живого выступления на радио певица рассмешилась с зрителями, пытаясь достать микрофон из стойки. Устройство все никак не хотело подаваться. Буквально посреди эфира корреспондентку укусила пчела за губу. Да уж, подобного девушка точно не могла предвидеть. Во время развлекательного шоу девушка получила задание снять юбку. Она как смогла вышла из ситуации, спрятавшись для выполнения этого глупого задания за столом. Журналисту нужно было взять интервью у жителей одного дома. Но те были совсем не настроены с ним общаться и только окатывали его водой. Не самый удачный день для папарацци. Ведущая буквально посреди эфира решила размять мышцы рта. Получилось достаточно забавно. Папа Римский должен излучать добродушие. Но когда одна из женщин внезапно схватила его за руку, ему это совершенно не понравилось. Во время шоу, на котором девушки должны были запрыгнуть на мужчин, случилась неудача. Одна из участниц потеряла равновесие и потянула за собой другую. Ассистентка ведущего совершенно случайно спалила нужный ответ, за который полагался главный приз. Какая легкая победа! Как показывает практика, если снимать кулинарное шоу на улице, в очень сильный ветер может получиться много пикантных кадров. Но зато перекусили. Проведение прямого эфира вместе полным людей всегда приводит к появлению товарищей, которые решают, что это их звездный час. На японском телевидении к ведущей внезапно подкрался обладатель страшной маски. Реакция испуганной девушки говорит сама за себя. Журналистка проводила прямой эфир на улице, и на заднем плане внезапно произошло падение велосипедиста. На несколько секунд передача точно стала интереснее. Игра в карты во время шоу закончилась проигрышем гостья, который один из ведущих стал выливать воду прямо в декольте. Кого-то из зрителей это развеселило, но другие же были просто возмущены. Казалось бы, но что такого может произойти, если во время передачи поставить на стол двух кроликов? А ответ, как говорится, может вас удивить. Неожиданно для себя журналист узнал, что если вручить чашку на блюдце мужчине с одной рукой, то выйдет невероятно неловкая ситуация. Мастер боевых искусств показал, с какой легкостью можно ломать кирпичи, просто направив силу в нужную точку. Правда, ведущий нечаянно показал, что кирпичи не настоящие. Жить нужно так, чтобы хотя бы раз в жизни получить подзатыльник от слона. Такого точно нельзя было ожидать. Сложно понять, чем именно вызвана такая реакция этой девушки, но смотрится довольно несерьезно. Хочется верить, что с ней все в порядке. Мужчина так хотел привлечь внимание журналистки, что в итоге споткнулся и упал. С другой стороны, своего он точно добился. В качестве шутки регист решил схватить корреспондента за ноги и уронить. Репортер к этому не был готов. Съемка сюжета в пустыне может идти хорошо ровно до того момента, пока один верблюд не решит все испортить. Журналист рассказывал о том, насколько местная власть плохо справляется с затоплением и в итоге угодил в одно из них. Так сказать, доказал примером. Спортивные корреспонденты решили поиграть в регби в прямом эфире. Но женщина слишком серьезно подошла к задаче и ударила коллегу по чувствительным месту. Не очень красиво получилось. Актер Морган Фриман не упускает ни одной возможности, чтобы вздремнуть. С другой стороны, почему бы и нет. Пока один парень давал интервью, его друг решил сделать себе укладку. Ну а что, не всегда выдается такая возможность. Гость передачи хотел эффектно забросить ноги на стол, но потерял равновесие. Так стало гораздо веселее. Спортивный корреспондент во время репортажа внезапно отгреб мечом для регби. От такого даже журналист не застрахован. Ведущая утреннего шоу ни с того ни с сего решила продемонстрировать то, как у нее загорели бедра. Что скажешь, очень нужная информация. Журналист неожиданно, наверное даже для самого себя, принялся целоваться случайной женщиной. Бывает же такое. А хотите еще больше истории? Добро пожаловать на канал Полет Души. Здесь вы окунетесь в атмосферу легкости, уюта и непредсказуемости. Каждый рассказ уникальный, интригующий и очень душевный. Ждем вас на канале и начинаем наш Полет Души. Ссылочка в описании.